Вверх-вниз колесико мыши мы всегда будем прыгать. Crosshair это естественно прицельчик твой. Посмотри радар на полэкрана, а если ты поставишь 4 на 3, у тебя вообще там... Ты можешь только по радару бегать. Эй, здорово, дружище, с тобой Серёга Сайбербанана. И ты часто меня спрашиваешь, как создать собственный конфиг. Я сегодня тебе в этом помогу, потому что у меня реально годный конфиг. Всё, дружище, присаживайся поудобнее, но перед началом... Залетаем на сайт hellstore.net. Есть здесь несколько игр, как coinflip, так и классик. Сегодня, кстати, покатаем в классике. Что такое этот классик? Это чем больше ты поставишь вот в этот кружок, тем больше вероятности забрать весь банк. В принципе, давайте сейчас поставим ставку и на примере покажу, как это выглядит. Итак, есть у меня парочку предметов уже из инвентаря hellstore. Давайте сразу мы их поставим и испытаем свою удачу. Нажимаем кнопочку поставить и всё, мы в игре. Пока 97%, но подождём, ребята ещё зайдут. До начала остаётся 3 секунды, 46% победа у меня. Остальные, фу-ху-ху-ху-ху. Давайте, пацаны, пожелайте мне удачи. Так, 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 а вот здесь надо остановиться. Ха-ха, Серёга молодец. Ну и для тебя, конечно же, подгонщик. Заходи на сайт hellstore.net, вводи промокод cyberbanana и испытай свою удачу. 60 центов прилетит тебе молниеносно на счёт. Пробуй. Ссылочки в описании. Итак, давай разберём, что такое собственный конфиг. Вот у меня он есть. У тебя есть? Наверное, раз ты смотришь это видео, пока нет, но ты хочешь его создать. У каждого индивидуального игрока есть личные настройки. Это как раз и есть собственный конфиг. Вот этот прицел посередине разный, абсолютно широкий, узкий, точка и так далее. Это конфиг. Даже вот этот радар, который узкий, широкий, хат в округе разноцветный. Это тоже собственный конфиг. Ну и плюс, добавок, те бинды, которые есть на клатуре. Те насмешки, которые есть на мышке. И как я уже сказал, это что? Да, это собственный конфиг. Но давай на моём примере я расскажу с помощью одной карты, как можно замутить буквально за 5 минут охренительный конфиг. Ну что, давай с тебя лайкусик, подписочка обязательно и приступаем. Итак, пока загружен мой конфиг, но мы потихонечку его переделаем, естественно, под твой. Как это сделать? Сначала мы скачиваем карту, в описании есть ссылочка, называется Config Generation. После чего она автоматически загрузится к тебе в Counter-Strike, ты в неё зайдёшь. Как нужно заходить? Нажимаешь играть CSGO, после чего карта из мастерской и находишь вот такого цвета карту, она так и называется Config Generation. Всё, залетаем в неё. Итак, мы залетели на карту, что мы видим перед собой. Тут разные есть разделы. Первые разделы вообще можешь не смотреть, тут связанные с всяким помощью, дискордом, донейшном и так далее. Мы смотрим дальше. Бинды. Это важные бинды, которые ты можешь поставить себе в конфиг. Следующие. Рекомендации, которые лучше всего поставить тебе. Мы это всё по каждой теме отдельно пройдёмся, я просто сейчас в двух словах всё рассказываю. Конфиги. Тут как про игроки, так и просто всякие стримеры и прочее. Тоже посмотрим, интересные темы действительно там есть и можно кое-что почерпнуть. Crosshair. Это, естественно, прицельчик твой. То есть ты хочешь его сделать шире, уже, прозрачнее и прочее, мы здесь также остановимся. Viewmodel. Это руки. То есть дальше, ближе, лево, право. По рукам также пройдёмся. Но возьмём, скорее всего, усиплухи, потому что усиплухи, блин, вот такие руки. Как это бы не звучало, пацаны. Эй, братик, а почему ты не подписываешься? Меня смотрит порядка 70% без подписок. Это, конечно, меня разочаровывает, но всё равно я рад, что ты здесь. Давай сделай красную кнопочку серой, напиши абсолютно любой комментарий и поставь лайк. Мне будет очень приятно. 100 тысяч к концу года. Давай сделаем вместе. Понял, да? Я надеюсь на тебя. Погнали смотреть дальше. Хат. Это цвет твоего хата. То есть у меня он жёлтый, мы можем поставить другого цвета, убрать патроны и так далее. Тоже это всё пройдём. Радар. Это больше, шире радар. Динамичный, статичный. Так же есть. Пока сейчас, вот как видишь, мой радарчик, вот он, как получается, динамичный вроде как. Куда я иду, за мной этот радар также идёт. Но ещё самое интересное, видите, какой прикольный, то, что видно абсолютно всю карту. Ладно, не будем останавливаться, пройдём дальше. Аудио-видео. Это вырубаем полностью музыку, либо её включаем. И видео это цвет. То есть мы можем сделать потемнее, посветлее. И, кстати, как раз мы пришли к бэкграунду. Что такое бэкграунд? Это мы сразу видим, как примерно выглядит на той или иной карте боты, ну и просто игроки. То есть, к примеру, мы ставим Инферно, смотрим. Слушайте, а по кайфу, да? Но если мы сделаем чуть темнее, то и игроков лучше стало видно. Также на нюке и везде-везде. То есть это ты, когда сделаешь окончательный свой конфиг, подходишь сюда и смотришь. Слушай, а вот прицельчик, что-то мне не нравится. Ты меняешь, например, на другой какой-то прицел и такой. О, а вот это уже поинтереснее. Хотя нет, это мне не нравится. Вот такой прицел, реально пушка. Но это мой конфиг, ребят. Я специально уже сделал отдельные прицелы под мой конфиг. Поэтому, если кому интересно, ссылочка в описании также есть. Скачивайте конфиг, пользуйтесь. Реально идеально. Столько уже отзывов, что просто пушка. Ну ладно, мы сейчас будем делать пока твой. Но если что, мой тоже там есть. Окей, давай пройдемся по каждому пункту, по которому мы говорили. Начнем, наверное, самое начало с конфиг-генерейшн. Ой, с конфигов про игроков. Почему именно конфиги про игроков? Да потому что отсюда можно изначально уже взять что-то стоящее и интересное. К примеру, я всегда слежу за симплухой. Потому что я сам играю с Авика, а также я за Заеву смотрю и смотрю за Кеннисом. Это те три игрока, за которыми мне прям интересно смотреть. Но давайте остановимся, так как я в футболке на Ави сижу, давайте остановимся на симплухе. Залетаем в проб, нажимаем на Тус Винцер. И если мы сейчас прямо нажмем на симпла, у меня появится именно его конфиг. Давайте, в принципе, это сделаем, а потом уже доработаем конфиг под себя. Окей, нажимаем хлоп. Все, вот это его конфиг. Естественно, руки у меня уже были симплухи, поэтому особо ничего не изменилось. То есть, если мы нажмем флейми, как видите, руки сдвинулись, и вот его интересный прицел. Электроник, вот это электроника конфиг, конфиг бумача, вот. Кстати, прицел у бумача реально вот этот очень интересный. Но давайте все-таки остановимся на симпле, потому что мне он больше всех нравится, и я играю практически как он. Как бы это тоже не звучало, я в плане, я пытаюсь играть как он. Поняли смысл, да? Теперь давайте начнем с самого начала с биндов. Здесь джамп-троу, это прыжок и кидание гранаты, да, постоянно всегда будешь попадать туда, куда тебе надо. А не так, как наугад ты нажал пробел, кинул гранату и такой, блин, не туда полетело. Ты понял, что такое джамп-троу. Райт-лефт-хэнд, то есть, допустим, смотри, мы нажимаем селект-кей, это в правую, либо левую рубку мыши. Особенно, когда ты на инферно стоишь, и тебе к снизу кто-то проходит по шарту, лучше всего руку поменять. И как это сделать? Смотри, нажимаем селект, выбираем, допустим, маус 5 и конфиг. Все, теперь, когда мы нажимаем маус 5, мы, смотри, меняем руку. Все, вот тебе бинд твой уже автоматически сделался. Теперь это, считай, вот ты уже сделал часть своего конфига. Летим дальше. Открыть консоль, в принципе, ничего интересного тут нет, эта консоль у тебя открывается там, где всегда я открывалась. Клер Декалс, это интересная тема. Конкретно у меня она сделана на стрельбу мышки, то есть, когда я стреляю, автоматически после прекращения стрельбы у меня чистится вся карта. Но ты можешь поставить также на боковую мышку, и у тебя будет отлично выглядеть это. То есть, ты понимаешь, да, когда есть какая-то кровь, какие-то пули, ты нажимаешь кнопку, и у тебя автоматически карта чистится. Но у меня на конфиге сделано так, что тебе вообще никакой кнопки не надо нажимать, автоматически все чистится. Change Cross Hell Car, это как раз именно цвет прицела. Смотри, поставим, к примеру, на маус 3, после чего нажмем конфин. И смотри, теперь, когда мы будем нажимать на колесико мыши, именно нажимать, цвет прицела меняется. Прикольно, можешь потом потонуться перед своими друзьями, сказать, смотри, какой у меня конфиг крутой. Ну, теперь дальше летим Jump on Scroll, то есть, это тоже мы ставим Enable. И теперь, когда мы будем в любую сторону крутить вверх, вниз по колесико мыши, мы всегда будем прыгать. Вот, считай, начало твоих биндов положено. Летим дальше. Рекомендации. То есть, лучше всего, конечно же, поставить здесь много чего, но если мы это все будем ставить, у нас собьется Семплушевский конфиг. Окей, ставим давай все, я просто покажу, как это выглядит. Вот, автоматически все ставится на самые лучшие настройки для тебя, именно для твоего компьютера. Ну, все-таки, как ты понял, Семплуха тут поинтереснее выглядит. Окей, летим дальше. Crosshair. Здесь стиль прицела, выбираешь, какой тебе нужно. Дальше выберешь маленький, большой и прочий, мин, макс, ну и так далее по прицелу. То сам здесь пройдешь, там поставить точку, не поставить точку, убрать и выбрать цвет прицела. Здесь ничего сложного нет, сам разберешься, какой тебе прицел больше всего нужен, такой поставишь. Больше всего мне нравится именно вот этот прицел, не знаю почему, но действительно он очень крутой, и по головам можно так вырубать. Просто сказка. Но ты для себя выбери, какой тебе интересен. Летим дальше, ViewModel, это конкретно рука, дальше, ближе, как я и говорил, то есть левая, правая, посерединочке и сбоку, дальше, ближе и так далее. Тоже пройдешься, как тебе интереснее, поставишь, почувствуешь, поставляешь на ботах и поймешь, думаешь, блин, слишком близко, слишком далеко и так далее. Но если ты там подальше поставишь, то ты будешь лучше видеть наклейки, статтрек и прочее, особенно савик, это выглядит вообще шоколад. Ладно, летим дальше. Хат. Здесь тоже можно абсолютно много чего поставить, это, допустим, игроки, которые сверху, то можешь их поставить вниз. Ты можешь наоборот поднять их вверх, ты можешь поменять прицел, ой, прицел, менять цвет. Разный абсолютно хат, допустим, красный, да, и ты просто такой, блин, в думе в каком-то вырубать там всех будешь. Тоже все, поэтому пройдешься, даже вот Challenge Armor, да, вот это все, все пройдешь, ладно, ничего сложного здесь нет. Радар, вот это интересная тема. Ты можешь сделать максимальный, смотри, какой радар, это на 16 на 9, ты посмотри радар на полэкрана, а если ты поставишь 4 на 3, у тебя вообще там, ты можешь только по радару бегать. Но также здесь ты можешь приблизить поближе, подальше поставить, то есть всю карту, видишь, как видно, иконки ты можешь поставить побольше, да, там поменьше, чтобы вообще практически не видно было, чтобы тебя особо не отвлекало. Rotation, это движение, когда вот за тобой двигается, убираем, то есть она никуда не двигается, ну и так далее. В принципе, ничего сложного, ты должен сам для себя сделать то, что ты хочешь. Ну, естественно, здесь, как я уже говорил, выключаешь музыку, либо ее включаешь, и также потемнее и посветлее ставишь. Допустим, очень светлый, меня вообще глаза разъедает, поэтому я, естественно, ставлю меньше, и выглядит уже интересно, и, как ты видишь, ботов лучше видно. Что мы можем еще добавить в конфиг? Так, естественно, это насмешки, это очень интересная тема, к примеру, открываем консоль, пишем bind, дальше, букву, которую тебе надо, например, o, после чего двойные скобочки, пишем say, и, например, vtf, да, ну, все мы знаем, что это значит. Все, закрываем скобочки, нажимаем enter, и теперь, когда мы будем нажимать o, у нас будет писаться vtf, естественно, ты можешь из интернета найти какую-то интересную там фразочку, вставить ее, и потом, когда ты делаешь хороший килл, либо когда тебя убивают, ты просто будешь нажимать спамить o, к примеру, и все, у тебя появляться будет. Я, например, на моем конфиге, если я нажимаю по стрелочке в бок, у меня написано youtube 50k cyberbanana, чтобы понимали, кто с ними играет, ну, и так далее, что я включаю свой кфг, и gg easy, как ты понимаешь. Вот, в принципе, я рассказал тебе такие самые основные настройки, конечно, ты можешь добавить, например, бинт на гранаты, то есть на закупку гранат, это тоже там бинт, такая-то кнопка, buy, и выбираешь какую гранату, там, молик, флешка и прочее. Ничего сложного нет, в интернете просто название берешь гранаты и вставляешь. У меня это стоит на f5, f6, f7, f8, закупка гранат. Также на броски гранат у меня стоит на zx, c, v и b. Но если тебе интересно по определенным, допустим, биндам, что ты не понял, что можно закупить и не закупить, как сделать или не сделать, отдельное видео тоже оставлю в описании, я там делал именно видео для тебя, чтобы ты понимал, какие можно команды заобинить самые царские, которые есть у меня в конфиге. Все, дружище, в принципе, рассказал тебе максимально полезной и годной информацией. Пробуй, потом рассказывай, какой конфиг у тебя есть. Ну, а если тебе понравилось видео, обязательно поставь лайк и скинь это видео своему другу. Давайте вместе сделайте собственный конфиг и просто всех разрывайте. И, кстати, напиши в комментариях, будешь ли ты катать на своем конфиге, либо же на моем. Мне будет интересно. Ну, давай еще подпишись, добавок, чтобы было у нас 100 тысяч подписчиков к концу года. Я в это верю, ну и ты, наверное, тоже, поэтому давай залетай на это видео. Там тоже интересная тема есть. Пока.